графическим соседом из одной области. Ну что же, все, внимание на площадку. Бивер и Кикерт. И тут, видите, уже сумма только возникла у нас тут среди баскетболистов, однако все в порядке и состав Днепра. Глазырин получает мяч, 10-й номер и забивает 2 очка. Месяц 30-й, Глазырин 10-й, 6-й Дэниел Кикерт. Азот, Днепр, Азот, Дэвид Бивер, который, ну, совсем недавно, собственно говоря, присоединился к клубу после травмы еще одного легионера Днепра-Джонса команды, Вигинса, имея в виду. Дарик Лоу еще 2 очка забивает, перехватывает мяч Дарик Лоу. Простая 2 очка, 2 с фонлом забивает Станислав Тимофенко. Очень уверенно Днепр, Аккуратис, главный тренер команды Азота будет брать таймаут. Так оно и есть. Ну, действительно, надо что-то делать, потому что не получается у Гра у Азота. Предпосительно играет, чем Азотовцы. Вот от Чита исправился. Глазырин на Чита забивает 2 очка. И с хорошим пониманием видение площадки. Есть в него один и минус, одна черта, которую, ну, не только я, наверное, подметил на протяжении чемпионата. Бывает, заигрывается Эрик, и тогда проблем уже для его команды. Ну, Балашов тут решил, Днепетровский первый открыт счет для Азота в сегодняшнем матче. Уивер против Кикерта. Пытается продавить тут на постраховке Глазырин, однако Глазырин проскочил мимо, а Уивер развернулся, лишним шагом прошел вправо и забил этот мяч. Эрик, к сожалению, неправильно сыграл. Если ты постраховываешь игрока, ты должен идти с ним до конца. А Уивер, получается, прошел и Кикерта, и Глазырина, что уже неправильно. И Кикерт трехочковый. Дэниел Кикерт. Три очка. Днепр, Балашов, пока 18-8, можно и так сказать. Дерек Лоу, три очка. 21-8. Ну, крутой. Балашова забыли. Собивают даже в проходе. Балашов уже, если не ошибаюсь, 10 очков принес в своей команде. Дерек Лоу с мячом отдает на Кикерта и второй, точно трехочковой, Дэниела. Это игрок Девендорф, но вот иногда делают действия, ну, не совсем логичные, скажем так. Хотя вроде бы опыт есть человека. Дерек Лоу забивает. Пошел Девендорф проход на днепр в атаке. Алиупчик красивый такой в исполнении Дерек Лоу и Корниянка. Ну, что же. Это по достоинству. Гортовой тут сложный был ему, однако мяч подобрал и забил. Зимирман устремляется вперед на Балашова и тут блокирует бросок. Вышла палочка-выручалочка у Азота, я имею в виду Чегринова. Да, это блок тут. Мишула поставил на Балашове. Но одни Балашова, который достаточно проваливательно пошел на кольцо. Это Тимофейенко под кольцом тут хозяйничает. Забивает очередные два очка на последних секундах матча. А и в целом, наверное, все игрой в защите. Но это у нас тут не точно так от Днепра. Зимирман тут грамотно прошел, после старается, дал передачу, тут никого не было. Гортовой, это его точка, средняя точка, два очка. Немного посократил. Матча присутствует. Благо ехать недалеко. Хотя, настолько я знаю, днепродержинские болельщики по всей Украине своей командой ездят. Гортовой, два с фолом забивает. Глазарин, два очка. Корниенко и еще раз сверху. Ну какой-то данк уже Корниенко. Пятый, по-моему. Глазарин. Комбинация была такова, что... Балашоу, три очка. Азот пытается, пытается нащупать свою игру, хотя, понятно, что это очень сложно сделать. Последний минут у нас со второй четверти. Эрик Девендорф с мячом. Пытается набыграть тут кикерта и обыгрывает таким левым полукрюком. Сложный мяч, очень забивает Девендорф. В пользу Днепетровского Днепра сразу видим активные действия в защите Азота. То, чего не хватало Днепр с джинсом, возможно, в первой половине матча. Днепр атакует Щепкин. Бросок точный и трехочковый. У Днепра Щепкина седьмой на площадке. Наверное, какие-то последствия травмы все-таки сказались и больше мы его не видим. Блок кикерта, однако тут на подборе был тут Уивер и он добавляет мяч в корзину. 12 очков и 11 Дерри Колову. Сейчас точный бросок в Исполновых. Большое преимущество. 59 против 38 процентов. Чего и следовало было ожидать. Не успел кикер тут ногами свалил на Балашове. Первый четверть, напомню, Днепр выиграл 32-16, а второй проиграл 16-21. Мелдро очередная попытка. Не точно. И он же на подборе. Мяч свалился к нему и Мелдро тут вновь не забивает. Еще одна попытка. Еще раз не забивает. Два раза добавляет. Третий добавляет. Четвертый. Наконец-то добавили Днепр. И Хомич сейчас берет тайм-ау. Ну давайте смотрим этот момент. Смотрим, смотрим. Раз бросок Мелдро. Идет он дальше. Подхватывает мяч. Бросает еще раз. Разворота. Да, посмотрите. Не попадает. Еще раз. Еще раз подбирает. Еще раз бросает. Еще раз не попадает. Добавляет. Не попадает. Тут уже еще раз вымер. Три раза добавляет. Вновь не точно. И вот последний все-таки КОНЕЦ Щепкин. Силовой проход Щепкина. Глазарь забивает два очка. Ну, естественно, не будет согласен. И нас ожидает, я думаю, интересная концовка. Хорошая комбинация. Гуртовое забивает. Два очка, которые сегодня очень неплохо смотрятся. Зиммерман разогнался. Нарвался на блок от Корниенко. Однако мяч сохранил. На Мэлдроу дает и Мэлдроу в тяжелом проходе не забивает. И вот не правит шанс на быстрый ответ. Корниенко идет вперед на Щепкина. Щепкин мяч едва не потерял. Отдал дальше. Тут Гуртовой же постраковал своих партнеров. И Зиммерман сверху. Щепкина. А Азот продолжает идти вперед и очевидно. Щепки не забивает. Лоу на подборе тут же бросает и забивает. Мяч просто проваливается в корзину таким небольшим парашютиком. 73-64. Зиммерман. Балашов. Три очка. Константин Глазырин. И атака дни продержинцев. На Увера передача. Обыграл Тикерта. Плюс два. Есть апогей поединка. Тикерт идет вперед двухочковый. Наверняка уже Тикерт забивает. Ну что же 24 секунды. Осталось с половиной до окончания. Матч от Днева-Петровски. 25 очков Максима Балашова по Глазырин. Корниянко едва не потерял мяч. На Кикерт отдает передачу. Дарик Лоу с мячом. Днепр еще 10 секунд на атаку. Мишула. Мишула! Александр Мишула три очка! Они помогают его команде. Что еще отметим? Дабл-дабл есть у Сэммонолдроу. И дабл-дабл Дарик Лоу. Добывает победу в очень тяжелой борьбе. А Азоту похвалим за то, что достали соперника и все-таки провалили Азотовцы первую четверть. Тут ничего не скажешь. Ну что же. В 81-77 Днепр побеждает в этом матче. Добывает девятую победу в сезоне. И продолжает борьбу за место восьмерки украинской суперлегии. Объятен двух тренеров. Мы видим команда сегодня была сильнее. С вами был Питр Тимокин. Всего хорошего. И до новых поединков украинской баскетбольной лиги именно в Днепропетровске. Днепропетровске.